В минувшие выходные журналисты республики отметили профессиональный праздник. По традиции День печати объединяет не только представителей газет, но и работников телеканалов, радиостанций, а также представителей IT-сферы. Итоги работы медиаотрасли уже второй год подряд проводили в Чувашской государственной филармонии. Прошлый год для многих редакций проходил под знаком юбилея. Круглые даты отметили в государственной телерадиокомпании «Чувашия», газетах и барах «Тандаш» пять лет. Исполнилось нашему телеканалу. Озвучили и другие итоги. Большинство изданий республики увеличили свои тиражи, пока бумажные форматы выдерживают конкуренцию с интернет-газетами. Большая работа была проведена печатными средствами массовой информации по сохранению тиражей. Хорошим подспорьем для редакции стало вхождение в перечень социально значимых средств массовой информации, формируемые Министерством связи России. В 2016 году в него вошли 32 издания республиканские. В первом полугодии текущего года, 2017 года, вот «Чувашия» 37 уже изданий. А на второе полугодие 2017 года подло уже сегодня 38 заявлений. Глава республики подчеркивает, что именно благодаря журналистам в регионе сохраняется социальная стабильность и многонациональная культура. Я уверен в том, что вы 2017 год, год экологии, год матери и отца, начинайте с чистыми помыслами. Будет очень много интересных идей, позитивных сюжетов. А лучшие из лучших получили благодарности, почетные грамоты и дипломы. Так, награду за лучшее освещение вопросов борьбы с коррупцией вручили продюсеру Национального радио Виктору Дмитриеву и редактору Национального телевидения «Чувашия» Анастасии Алангиной. По традиции в День печати называют имена лауреатов и других почетных конкурсов. Премию имени Семена Эльгера в этот раз решили присудить сразу двум журналистам. Победителем стал и старший редактор Национального радио Владимир Егоров. Уже не первый год в эфире звучит его проект «Неиссякаемые родники». Передача конкурс среди фольклорных коллективов. А потом в конце года или в начале другого года собирается подэтаживание на концерт-фестиваль. Все участники коллектива. Это где-то 30 коллективов с разных регионов, где проживает Диаспора Чувашская. Ежегодный праздник для представителей СМИ проходил под девизом «Время освещать». В День печати в зрительном зале с помощью карманных фонариков зажигали звезды. Глава региона пожелал журналистам профессиональных побед, которые помогут открыть новые имена на звездном небосклоне. Дмитрий Ковалев, Сергей Адушкин и Расиль Мухаммедов. Республика.